Приветствую любителей ФФА сериалов в Сид Мэрс Цивилизейшн 6. По многочисленным просьбам играем на архипелагах. Правила традиционные уже для последних игр, то есть длительность 150 ходов, победы все включены, великих людей нельзя пропускать, запрещено строить венецианский арсенал и геликарнатский мавзолей, запрещено принимать пантеоны бог-кузницы богини урожая и богини земли, а также верование, защитник веры и крестовый поход. А так как играем на архипелагах, то получилось взять те нации, которые на других картах вряд ли когда-нибудь будут сыграны. Так я впервые сыграю за скифов, и благодаря этому партия получилась необычной. Традиционно прошу воздержаться вас от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников, а во всем остальном приятного вам просмотра. Да, ну не очень, когда загружаешься, поселенец уже выбрана или нет? Где такой интересный вопрос возник, я отходила от компа. И возвращаясь, задел провод от наушников, которые нажали на мышку, и поселенец убежал. Здорово. Вот это рандомный старт. Вот это эпическое просто. Леша, еще хочу спросить, а можно вот этот, что насвечивается, кто говорит на экране в циве, можно ниже его пустить? Ну, там есть, я не знаю, какая у тебя горячая клавиша стоит, тут его можно двигать как угодно, но это зависит... Я не могу тебе сказать, на что тебе нажать для этого, потому что я не знаю, какие у тебя стоят горячие клавиши. Shift-Y в стандартное сочетание. Так, ну я не буду никуда ходить, но вот факт, что как-то я не на море, меня расстраивает, честно говоря. Вот это, что ли, море было? А, так если тут море, я смогу гавань построить. Нормально. В будущем. Ну, с чего начнем? Видимо, поселенцы. То есть, пока отложим строительство. Здесь. Ну, слушайте, если я смогу поставить города не на побережье все, то это будет здорово, на самом деле. Так, здесь же вот наводство, пряности. То есть, вот тут рис я ускорю открытие орошения, потом обработаю камень, наверное, потом обработаю сами пряности. Ладно. Уборное дело, потом же вот заводство, потом ломберное дело орошения. Вот так. Здесь оставляем. Фигайси уже. На втором ходу ко мне варвары пришли. Здорово, ко мне уже на втором ходу пришли варвары. А я появился сразу в радиусе видимости разведчиков варварского. Хорошо, что я скиф. А где мой этот юнит? О, что-то далековато. Я думал, где-то здесь, честно говоря. А курганы? А, курганы вот. То есть попробовать, может, золотую веку идти про это. Не, ну мне надо ему не дать свалить к своему. Потому что, наверное, побежит где-то тут. И для него. Может, кто не подставил еще горнее? Нет. Фигайси, Грей. Ищешь место получше? Или возвращаешь просто поселенца обратно? Ну, я убежал просто, да, не в ту сторону изначально. Так что я теперь иду обратно. 3, 6, а так 5, 5. Может, пускай вырастет лучше. Все-таки это и культуру будет давать, науку каждый житель. Это пока еще не понял, куда мне следующий город ставить. Блин, почему будет теперь бегать? Ну, хорошие руки помогут. Ну, тут еще и на месте на месте ворского лагеря надо ставить город. Джон Бинет. Кайфу? Надо этот лагерь как-то замочить. Причем до прихода скаута к нему. Правда, бить его без карточки на плюс 5. не очень хорошая идея. потому что, видите, пройду пока. Ладно, что тут. Ага, вот побережье похоже, да? Да, вот это побережье. Ну, тут надо город ставить. А если тут побережье, наверное, тут вот где-то на реке тоже можно будет поставить город. этот, конечно, берется, типа, с моря, но так как такой вот заплыв, видите, одним, одним кораблем это будет очень сложно сделать. Поэтому вполне можно на побережье поставить, чтобы мореходство ускорить. Кстати, это же побережье, не озеро. Да. Если бы это было озеро, то было бы зелененькое. ну, правда, и написано было бы, что озеро было. Постаю, полечусь. Буду атаковать уже с карточкой на плюс 5. То есть мне понятно, где города ставить. Конечно же, хотелось бы там сверху что-нибудь исследовать. производство. Хорошо, если так 4, а, 4,2 нормально. Нормально. И растет, и производство есть. Все путем. Да, я бы хотел тут город ставить, потому что, видите, тут, в принципе, еда есть, производство, куча. Шлоновые кости. И на побережье так очень. Очень хорошо. То есть, этот город может взяться только на линкорах. Я думаю, что я сам буду. О, нет. Хотя, он меня обстреливать пока не может, скаут не прибежал. Блин. Не очень удачно. Тяжело будет сейчас поселенцы вести. Давайте прачника построим. Я пока не могу поселенцы провести сюда. Мне нужны юниты. вот прачник, сюда встанет, а я как раз на плюс 5 возьму. Придется его атаковать, а не копейщика. Что у меня будет обстреливать, это не очень хорошо. Я имею в виду, если к городу пойдет, так это вообще здорово тогда. когда я смогу копейщик атаковать и с лагерем разбираться. Жалко, нет никаких ресурсов ни на культуру, ни на науку, ни на веру. Ничего не могу ускорить принятие пантеона. Тут, наверное, пантеон на лодочке будет самый хотя я не вижу, что у меня тут лодки были какие-то рядом. Ну, куда варвар пойдет? Опять же, если прачник ко мне лагерь атакуем. плюс 5 мощей и муха царь. Видите, сразу уже круче. И вот, видите, мы имеем плюс 5 бонус против поврежденных юнитов. Это бонус скифии. Просто офигительно. И на море это будет действовать тоже. Ранил юнит и сразу против него плюс 5 сверху. Да. Варвары рядом это такая тяжелая штука. Тем более, когда в их сторону надо идти город ставить. Просто не пройти. Поэтому приходится вместо поселенца строить юниты. Дуболом уровень получил, но я хочу сначала лагерь забрать как можно быстрее, а потом уже уровень брать. Так, по идее на 4 жителях не должно быть недовольства. есть прачник. тот скаут так и не добежал, да. А, еще и лечится, кстати, при убийстве юнит на 30 лечится при убийстве другого юнита. Не, все-таки скифы как-то круто для войны. Честно говоря, доделываем поселенца. Пойдем сюда оставить город. Надо сразу будет следующего делать и сюда везти немножко. Немножко затормозил с развитием, потому что варвары, ну, с расстановкой городов. Я думаю, там люди уже поставили город. А, никто еще ничего не поставил. Хотя не карго может быть уже второй поставил. Карго наверное поставил второй. Не, ну, вот это у меня классное, То есть тут только одним можно обстреливать, либо о, тут что вы смотрите какой заплыв. Здорово. Ой, блин. Так, он пансионы, ага, только на этом сруб, земля, да, и кузница. Да. Отлично. производство, производство, и тут наверное переключено производство. 5, 5, да, пускай так будет. Хотя, а так 3,6, ну, на один ход сдугород вырастет быстрее. Оставлю так, 3,6. 3,6. Стрельбу звука ускорили. нам еще одного варвара убить будет еще обработка бронзы ускорена. А еще одного варвара это скаут там где-то бегает. Вечерное дело открыли. Может строители я вду. Сударайте я куплю строители. Оно того стоит. Я обработаю эти клетки. Тут, тут и тут. кто-нибудь кого-нибудь встретил. Снег свой мать и черепа. Остров золотой. Здорово. Я нашел город-государство, который обнаружил мне первым. Какое? Канди. Блин. Нам с тобой на одном континете. И я это... А как континент называется? Расскажите, кто на каком континенте, как называется континент? Мы на Лаврентии. Берия. Лаврентий Палыч? Он самый. Ему только не говорить. Я вот так. Все же, может, пока не выражение выйти. Ну, после выражения сразу. Ты заканчивай, не будешь селиться? Зап, смысле, восточнее? Да. Вообще, четыре хода, карточка 100%. А там есть ботилист? Сначала мой ход, потом орошение. Как раз через четыре хода я возьму карточку, надо будет построить здесь две галеры в этом городе. Канечную амбар строить. Еще наш континент на севере от Хандис на Кайцис еще каким-то островом с маленькой перемычкой. Тут четыре перемычки, я уже все дошел три государства в переезде перехода. У меня тоже перемычка. Не знаю, о каких вы там перемычках говорите. Леш, а ты на каком континенте? На одном из континентов, которые есть на этой планете. Да ладно? Так, проблема с этим скаутом, что он теперь может моего рабочего захватывать, потому что у него нету нету лагеря его. То есть когда когда скауты лишаются лагеря, они могут атаковать город, могут захватывать рабочих, поселенцев. Когда лагерь есть, вы можете спокойно рядом с ними рабочих водить, поселенцев ничего не будет. производство, так лучше два, два хода. очень хотелось бы вот тут город поставить, чтобы он достал, если тут возможно, чтобы он достал и гавань какую-то сделал, тогда будет классно здесь город иметь. то есть если я смогу все города не на побережье поставить, вот этот на побережье, но он классный, у него классный побережье, потому что всего одна клетка подплыв, и он обстреливается только с двух клеток, его тяжело брать с моря реально, особенно если я сам свой юнит, я тут поставил галеру даже, и стой, защищайся, меняйся тут, например, с галерами. Выглядит, конечно, на третьем радиусе, ну, более-менее, посмотрим, можно будет тут город ставить. Все, ускоряем железо, вообще обработку бронзы, ну, это железо открывает. Давайте, наверное, сразу пойдем орошение, а потом обработка бронзы. Здесь камень откроем. Для морских ресурсов, для морских юнитов, по-моему, ага, для фрегата не надо, нифига. Шестерки железа фрегатам не нужно, это только, по-моему, броня, начиная с броненосцев какие-то ресурсы нужны. уголь, броненосцу уголь, линкору уголь, подлодкам ничего не надо, эсминцу ничего не надо, броненосцы тут вряд ли будут строиться, атомные подводные лодки уран, ракетному крейсеру ничего не надо. Астрологию ускорил нахуй, 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 далекий такой, а, нет, нахождение чуда, нет, с астрономией перепутал как всегда, ну и такси ускорение договоренности по поводу усилительности, расселительности, расселения, я смотрю, ты внизу от меня, ну, я пока плохо видел, что тут есть вокруг, ты видел вот этих сводников, нет? ну, рядом с горой, которой, да, я их займу, ну, ладно, так, строить ли еще поселенцы, места-то явно еще есть, и, наверное, как бы, если ты не против, так сказать, вот есть это озерцо, давай, наверное, выше, я, и же ты, ну, я на своем озеро-постом, там, давалось, ну, да, сюда поведу, тоже отличный, смогу тут и коммерческий район поставить, и гавань, ну, то есть, и на слонов, куда хочешь ставить, ты хочешь прям ниже, на озеро поставить, близко, во-первых, во-вторых, ты мне город заблокируешь, придется, видимо, правительственную площадь тут ставить, если именно ниже, если сверху озеро, то без проблем, и овец вырубать. Выше озеро на три клетки я поставлю. Коммерческий район, в чертом лыке, наверное, будет, а гавань тут. На две, прости. Ставлю карточку на плюс сто процентов к производству морских юнитов. Стоп. Пантеон еще не могу принять. Подтверждаю. Здесь начинают строить галеры. Галеры. Производство. Приветствую. Так, могу сделать. Да, прихода. Это ты живешь в высокотканях и переходы, да? Ну, лучше так, все равно золото есть. появится на озере, на этом, как там ты стоишь. Я не видел просто снизу, а там наверху варвары пройти не дают, поэтому я дальше гордую. на лаере копейщиков прямо пятых. Да, вот я бегу от него. Дрэп, смотри. Сточник. Сейчас Ранняя Империя ускорится. Разведчики ж в этих поселенцев не забирают. Если лагерь не уничтожил. надо две галеры, потом обработать два морских ресурса. Ну, тут вот есть, конечно, шею, но недалековато. Там идет три юнита варварские. Ну, слушайте, тут прям вселиться, не переселиться, как говорится. места у меня, по-моему, хорошие. Очень можно удобно города ставить, которые не захватываются, практически. Ну, я еще ниже Канди поставлю. Ниже и не верю. Говоры, главное, есть для научных. Ну, там ничего нет. А где я решил, я сагалю, не видел правительственную площадь, тут, да? Пару полмов пшеничка от этого города вот эти два две клетки для этого города эти две клетки и от этого города эти две клетки. Коммерческий район в Покровке надо будет тут ставить, соответственно, соседство с гаванью здесь. Гавань здесь. В Чертомлыке тут коммерческий район, тут гавань. В этом городе коммерческий район тут, тут гавань, тут производственный район будет. То есть тут для соседства значит будут кампус, вот здесь кампус, видимо, рядом с гору и рядом с правительственной площадью, а тут театральная площадь. Тут то же самое где-то театральная, где-то это даже производственная наверное. Так, один ход до орошения. Пока вот это вот я ничего не буду обрабатывать и, собственно, вырубать сейчас не буду, пока Магнус не сидит. Все, пойдем подойте сюда камень обработать. там еще территория. А здесь обработаю специи и пойду к чертам лыку. Вот еще место для города хорошее. ну, я следующее буду поселенцев строить уже с карточкой. пока развиваемся. производство, еда, производство, еда, 3-3. Нормально. Тут тоже нормально. две галеры, чтобы ускорить судостроение. А для навигации по звездам надо два морских ресурса обработать. Ну, вот здесь они далековато, видите, придется, к сожалению, клетки покупать. Ну, и галеры, естественно, надо соседей найти поплавать, свой остров, свой архипелаг, точнее исследовать. Ну, у меня, по-моему, очень неплохо. Даже если у меня есть сосед, я же скиф, пусть он меня боится. Первая галера пошла. Тут еще одну, где два хода, и можно будет менять карточку. Так, тут ставим город. плантацию. Побережье. Вау, Грей, ты тут высадился, что ли? Или тут перемычка опять? Перемычка. Так, я тебе предлагаю дальше не идти. И сразу угроза. Ну, не нравится или ломать. Ну, я готов по перемычке тоже дальше не идти. Там голландец левне. Не, не жалко иди. Ну, мне жалко, если ты пойдешь. Не иди. Таня, не голландец, перст. Перст. Так, что в этом городе построить для начала? Может, брачника? мастерство ускорили. Ну, мне сначала раннюю империю надо открыть. Потом уже пойдем в политическую философию и так далее. Дальше сейчас пойду слонов, наверное, обрабатывать. А, стоп, там твой город уже вообще жесть. ну, грей, давай, решайся, куда уходишь, тут стоишь. Я не против уйти, в моем случае не близко ко мне. Да, надо быстрее будет сюда город вставить, чтобы эту перемычку контролировать. Ну, в принципе, у меня есть куда селиться. Так, пошли. слонов обрабатывать или ну, тут два заряда у строителя, может, все-таки на черепах. Сколько стоит покупка клеток? 30, но это 45 будет и тут 30-45. 150 примерно надо, блин. Много. Караван из сыка отправлю, потому что чтобы дорога была в эту сторону для начала. Тут надо, вот тут будет город поставить. Или здесь. Ну, зависит от того, что у нас тут. пантеон оставили. Ну, кстати, на производство от лодок мне тут не очень, прямо скажем. Священные места. Производство чудес древнего мира античности. на болотах азисах поймах не работает. Вера от каменоломин, кстати, можно взять. У меня тут довольно... Хоть хотя я это вырублю, но тут будет вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так что, как вариант редких и бонусных ресурсов, от рудников редких и бонусных ресурсов, но у меня тут вообще, по-моему, рудников на бонусных нету. Где на благовония нет? Это нифига не работает. Пища от лагерей тоже можно было подумать, но у меня как-то не очень много этих. Ладно, беру кромлихи. Вера лишней не будет. Так, а там нету пресной воды. Да, вот тут плоховато, что, возможно, пресной воды просто не будет. Из сыка. висящие сады. Через два хода на поселенца можно начать строить. Блин, я бы хотел черепах все-таки обработать. О, еще и благовоние, кстати. Вообще очень удачный город, очень удачный город, на самом деле. С двумя ресурсами роскоши. Покровку. Это может быть еще сверху кто-нибудь будет. еще проплыв может куда-то есть. Какой-то остров. Да, давайте я к черепахе. Три ресурса роскоши рядом с городом уникальных. По-моему, здорово. обработку бронзы, а потом пойдем вот так в деньги. Знаете, наверное, еще одну галеру не помешает. конечно, сейчас отменю карточку, но дострою. Так, это вместо скаутов у меня. Надо понять, кто где. Кто где и что делает. конго. А яськи, скажи, что это не твоя останется. Ну, я же не знаю, где ты меня увидел. да, блин, если сверху конго, то это, конечно, хреново, придется нападать на него. не поиграешь в развитие. Ну, пару городов надо же поставить все равно. блин, на перешейке придется ставить. Ну, Ереван. Ой, да, вы шотите. Что, и ты со мной на одном архипелаге? Большой архипелаг. Я с тобой, Хмер, с тобой. Это не архипелаг, это малые материки. Это пангея, может, мы все на одно. У нас у всех, да, почти у всех наций есть проход. Так, сколько ходов осталось? 7 ходов. Блин, я боюсь, что не выйду я. Как в таких стациях говорится. Хост поставил пангея горнем рмк. Страшно, страшно. Меняю. На, в итоге бонус скифа, в который не должен был особо работать как-то. Переживай, первый, кто умрет. Человек умрет. Ой, нафига мне бонус против варваров. Варваров и нету. Так я, может, оставлю тогда морскую. рядом все? Да. Ну, тогда можно все-таки ты первым умрешь, а не грей. И в ответ тишина. Ничего не ответило эхо. Есть вопросы, на которые мы же не знаем ответ. оп, просит фрон. Ясно, отойду пока. Очередная галера готова. Интересно, где там Конго. Ну, если тут еще где-то надо будет город поставить. Все-таки на побережье, видимо. колесо ускорено. Работку бронзы открыл. а что у меня с железом? А вот железа у меня и нет. колески. Да, прошу прощения, отходил, сейчас закончу. Давайте глянем вот так. Ага. Да, я еще тут, конечно, город поставил. Но здесь вот как раз атакуется он неплохо. что не очень удачно. Наверное, так сделаю пока. Здесь поселенец, здесь поселенец, здесь поселенец. что обработать? Пойдем сюда обрабатывать все-таки слонов. А, вот железо есть. Так, ну что, придется купить лягки. Черепашка, о, давайте все-таки на рост поставим. 11 ходов. Атак, 7, что-то нет. А, нету амбара. Так, тут надо амбар застроить. Нету жилья, в смысле. Нету жилья, поэтому растет медленно. Застроим амбар, будет расти, потому что, ну, кровка в жилье нуждается. на камнях, пожалуй, оставим. О, вот еще где город. Еще рекам, тут на побережье придется ставить. Не очень удачно. блин, да, очень красиво. Очень не хочется тратить деньги на выкуп этих клеток. Всем осталось ходов? 5 ходов. еще ближе не можешь, Цена вот эта, которая без воды под окридоком. так и если я не буду отвечать, то скорее всего я не слышу. У меня бывает с Дисом проблемы. Демется, что у тебя будет на обмен? Это понимать, черепахи, киты у нас с тобой одинаково. У меня все будут скорее всего. Блин, Артути. Вот тут у меня тоже четыре штуки в столице. вот морских ресурсов вообще практически нет. Ну, воин, нахер этот город на холме. Правее хотя бы на речку. Ты с кем конга разговариваешь? Воин, мне он метки поставил с хмером. Не общайтесь с конгом, он так недолго. Ты даже не знаешь где? где-то на этой карте есть точно. Где-то тут и ненадолго. как ты меня первый нашел и мою столицу реально, то я думаю, что ты ближайший ко мне. с грейм то мы встретились но далеко. Так, предлагаю выйти холецкого, а то в саде разберемся. Традиционный еще еще грей еще и сказал, что там типа голландец типа между нами. Не знаю, как он дуболомом через голландца прошел, сюда куда-то прошел. Или кто и перс. Перс, перс. у тебя тут даже двумя юнитами военными не надо. Просто и след. Ну, или ходи дальше там. Дальше вниз или дальше влево или дальше вправо. Никуда, только наверх. Это сложно. Мое уникальное улучшение это еще четыре. Поговорили. Может Стоунхендж попробуй. Не, ну я как бы к тебе не пошел. Нашел Лешу. Я уже не открыт даже, блин. Это ты решил не пойти, я не просил. А вон артика это, камера много там вся фигня. Ну, я могу дуболому вниз пройти, нет? Ну, там нет ничего. Ну, то есть там просто мои города. Что тебе там делать? Посмотреть, как это и города живут. 45 мне надо. построил я тут амбар. Давайте расти теперь. О, уже четыре хода. Три хода. Можно поселенство строить. Понимаешь, он типа долго строится, но он построится. этого поведу сюда, этого наверное сюда. Вот тут конечно непонятно что, но я не могу туда прорваться, у меня армии нету, чтобы с варварами там воевать. если тут реально тоже один только проход к хмеру, то это такой континент в две клетки и в одну клетку проход мой. 51. В общем, как я понял, дискотт работает у меня 10 секунд, когда я альта обучу, потом отключается. Так что да, мне пишите. Моему бедному разведчику никуда податься, его зажали между двух государств. Здесь здесь надо разведчика будет построить тогда. Это даже не тогда, а прямо сейчас построить разведчика. Что делать? Что делать? Что то? привет. Еще внизу какие-то морозные земли. Вима и апура. тихо, 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 там, тихо, тихо, ты, куда вообще? Плыви, куда плыл. я только вижу 6 клеток континент разгород тихо ну вряд ли скоро будет город ставить а мне надо юниты варваром повести эту территорию надо развивать как-то для этого скаута и беру в принципе не есть куда города ставить слава богу ну что убьется от меня варвар нет нет стоим лечимся здесь сожалению нормальный их выхожу вот и перс подарили мы не очень прикольно лишь а ты где нашел дуболом твой почему у меня в диску я не слышу наушниках эту игру что это ком их нажать возможно провод отошел но вдруг согласится на право прохода и наверно вот этого поселенцы надо куда-то сюда вести у меня у нас монет меня слышно разбирать нету смысла ни на кого сейчас нападать своими этими лучниками саки но то что я выйду в обычную эпоху меня сильно печалит конечно силенцы достраиваем грека можно не пропустить дальше грека можно не пропустить дальше хорошо давай дай право прохода вернусь пока обратно здесь так савитар как тебя новое нет так давайте думать нормально вот этого я бы поселенцы повел сюда видимо это не засрать этим можно будет наверно вот сюда куда-то поставить раз я исследую территорию так производства отлично ты просто мне так так город нравится так хорошо стоит 50 монет уже стоит клетка ну вот здесь наверное где стоит этот прачник тогда я смог где-то вот сюда еще вместить так на всякий случай плохо что на разные стороны и вот этот город когда я тут поставлю город тот он фигово защищается конечно он легко берется с моря так все этого я веду сюда этого сюда этого сюда тут надо исследовать ну что нормальная эпоха блин все остальные небось нормально сыграли и вы по выходили либо в золотую либо в темный алёша появился дуболом да все молодцы алёша не очень молодец алёша не очень молодец океанец валя отсюда ничего что и на ты к тебе не ничего сейчас валю ну 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 надо будет этим скаутом защищать поселенца ах что нам тут строить строителей еще одно ну один ход строителя это нормально блин дерево меня тут запер ну ладно я пока постою здесь понаблюдаю к следующему ходу смогу клетку купить чтобы не проплыть угу чтобы не проплыть ну ну блин блин ну я не хочу пропускать этого дуболома сюда он встанет на эту клетку хотя он может за прачником бегать ну что конечно уже можно было бы камень вырубать но мне бы хотелось это на александр александра может я тоже правопроходу с тобой заключить 1 1 2 3 блин я хочу тут город поставить разок как раз вот сюда то есть не получится здесь тогда район делать тогда район делать ладно два хода надо подождать и правительственную площадь строить это воспринимать как от касты будем вырубать здесь камень да пойдемте камень обработаем да денег нет вообще так устроили навигацию по звездам собственно ее и открываем оливки нельзя вырубать чего нельзя вырубать оливки к это же ресурс роскоши ресурсы роскоши нельзя и стратегические ресурсы тоже понял шумер и килиманджаро красиво красиво и завидно за счет завиду я вначале другую сторону от него ушел возникла чудо есть там давно он вернусь осталось всего лишь найти кабул они без полностью через меня там карфаген потом еще много земли и кабул тут стоим ждем здесь наверно еще одного строителя нет то есть вселенцы а это кто ж только что сказал сюда я повезу где-то много земли а то мне не очень много на дальнем востоке на дальнем востоке ну много земли но на растянутые приклетки и буду стать рода там я а это кто ты что я не знаю шотландия нет шотландец вот смотри у тебя под абердином чуть ли такой кусок земли я так понимаю что ты хочешь там город поставить да на этом полуострове да скорее всего там где болото возможно поставлю но я еще думаю но выше берлина я точно поставлю уже гавань построил кто-то пророков сделал и двое человек уже кампус трое даже там смастерили да я только троих я шел сомневаюсь что раньше требуется гавань или ну все таки придется в покровке здесь коммерческий район строить а гавань тут а в этом городе будет тут коммерческий район а тут гавань я не хочу этот камень вырубать честно хотя блин а 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 я бы сейчас лин нанял а наверное чертам лык попробую тут с под релемами повоевать 35 мне надо тут правительственную площадь строить или уже вырубить на поселенца рано давая повинность открылась пока на поселенцев все вставляем все составляем как есть на чем эти скауты нравится ходят себе такие суши персты как там слишком стоишь на границах сейчас страшно мы можем дружбу подписать дружба это ненадолго наверное продолжение запланировано на завтра а на этом пока все спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока